Хей! Сегодня о том, стоит ли быть таким строгим преподом на занятии, чтобы достичь максимального результата, ну, так, чтобы ученик тебя слушался, выполнял все твои задания, или наоборот, эффективнее быть на таким, на своим преподом. Ну, так, чтобы, эй, Марин, пошли там чего-нибудь в столовку, чай с булкой выпьем. Ну, давайте разберемся, это чисто субъективное мнение будет. Поехали! На одной из лекций ЕГЭ для преподавателей, где мы обсуждали формат student-friendly преподавание, то, как мы это делаем на курсе ML, то, как мы общаемся с учениками, и преподаватели во время объяснения моего задали вопрос, ну, да, это все круто и понятно, да, такой подход на равных, однако, что делать, если, да, я веду себя свободно, уверенно, со своими учениками, особенно, если речь о старших школьниках, либо о взрослых людях, и веду себя профессионально одновременно, однако, они садятся тебе на шею, они конючат, чувствуя себя равным тебе, и тут встает вопрос, так что же делать, чтобы достичь максимального результата, оставаться профессионалом, нормальным, адекватным человеком, не становиться такой строгой тетей, или все-таки нужно становиться этой строгой тетей? В общем, помимо обсуждения на самом занятии, эти обсуждения продолжились и в моей открытой группе ВКонтакте, английский Марина Висковец, и там преподаватели высказывались на эту тему в комментариях, что да-да-да, я строгий преподаватель, и лучше быть строгим так, чтобы, ну-ка, сели, встали, выполнили, ты что, не понял, не понял, выйди, но одновременно играть роль такого доброго препода где-нибудь на перемене, и делать вид, что в предыдущие 40 минут урока ты, в общем, не устраивал моральную экзекуцию над этим ребенком, и он так, ахаха, 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 ну вот, что хочу сказать по этому поводу, не вижу никакого смысла, субъективное сейчас мнение абсолютно, играть кого-либо, быть строгим, быть, наоборот, таким братаном, ни то, ни другое вообще не влияет на профессионализм преподавателя, на мой взгляд, вообще не стоит заморачиваться по поводу поведения, а какую бы модель поведения мне выбрать, сегодня я строгая, или я такая добрая, все разрешаю, не имеет вообще никакого значения, это игра, потому что эта фальш, она считывается, и игра эмоциональная какая-то, и профессионализм, это совершенно разные вещи, мне кажется, преподаватели порой путают это, дело в том, что если ты профессионал, знаешь свое дело, твоя задача лишь какие-то рамки выстроить, конкретные, понятные, да, они строгие, жесткие, да, в том смысле, что если ученик, если мы говорим о частном преподавании, к примеру, не посещает занятия твои, пропускает три занятия подряд без уважительной причины, то вы прекращаете с ним сотрудничество, и вы заранее просто об этом обовещаете, к примеру, родителей, ученика, и тогда все, вопрос закрыт, вы не становитесь жестким, строгим, кого-то там, но-но-но, играете во что-то, нет, вы просто заранее оговариваете правила игры, и все как-то становится понятно, и далее вы просто профессионально выполняете свою работу, то же самое и со взрослыми учениками, здесь как раз-таки со взрослыми, со старшими школьниками гораздо проще иметь дело, чем с детьми, но с детьми ты вообще не договоришься, а со старшими школьниками ты просто устанавливаешь правила игры просто понятно заранее, до начала вообще твоих занятий, о том, что важно выполнять работу, домашние задания, важно посещать уроки, потому что если вы не посещаете уроки, я не буду тратить на вас свое время, вы не достигнете результата, это повлияет на мою репутацию, поэтому если это повторяется, один раз я прощаю, на второй раз мы расстаемся, вот и все, все просто, и далее вы ведете себя естественно, профессионально, выполняете свои обязанности, здесь важно просто продумать план своей работы, так же как вы продумываете систему взаимодействия с учеником, межличностную эту игру эмоциональную, так же вы и продумываете свой профессиональный план работы, понимая, что ученику необходимо достичь какой-то цели за конкретный срок, к примеру, подготовка к ЕГЭ за один год, вы следуете этому плану, например, я свой курс могу привести, и тогда, когда это системная работа, вы профессионально выполняете свои задачи, то речь вообще не идет о том, как быть волком или красной шапочкой, я предлагаю вести себя естественно, профессионально, и уверена в том, что к вам приходят те ученики, которые должны к вам прийти, и никак иначе, ну по-другому не бывает, если вы не нравитесь, то сами не будут заниматься в любом случае, тоже как вот этот ютуб канал, создан для того, чтобы вы могли оценить формат вещания, и вообще, может быть, это кажется вам, what the fuck, это не мое, мне нужна строгая женщина при параде с очками и все такое, и это для меня must have, тогда, да, я совсем не подойду, если вы наоборот тяготеете к чему-то близкому, естественному, к такому живому, энергичному, то, наверное, кому-то, в общем, и я подойду, вот в таком смысле, вот что хотела, в общем, надеюсь, я мысль свою донесла, нет, в общем, напишите мне в комментариях, я вообще понятно объяснила или нет, и вообще ваше мнение по этому вопросу, как должен, как должен, обязан, или вообще никому ничего не обязан преподаватель, в общем, как над себя вести на занятии, ваше мнение в комментариях напишите мне, напоминаю, что на следующей неделе, во вторник уже мы начинаем подготовку к ЕГЭ за один год на курсах МЛ, есть профильные курсы, базовые, в общем, для тех, кто просто в школе занимался, и для профи, для тех, кто будет лингвистом, моим коллегой, в общем, если что, задавайте вопросы, спрашивайте, все контакты внизу, можно на сайте все посмотреть, egml.ru, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в общем, спасибо за просмотр, ну и всем ступал за это, ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok